зеркало есть кстати зеркало нельзя брать и синий сундук сам не хочу стой я знаю что можно было открыть зеркало и она бы за сундук дала проклятие оказывается можно сломать зеркало серьезно не зону к щит твой дырак че натворил я получил я тут вообще бессмысленно получил проклятие вообще ничего не получил замен тупо проклятие который нельзя брать причем и всем привет и добро пожаловать на канал реми вы под названием enter the gungeon файл to arms сегодня мы играли за одного из новых персонажей за парадокса поскольку последние два забега у нас были подряд за еще два очевидца надо были за стрелка так червящий патроны можно кисти давайте кстати я вспомнил про такую штуку еще который у нас тоже еще не открыто это про еще одного босса который мы не пробовали помимо крысы это я напрочь про него забыл я про него вспомнил буквально сегодня потому что видел видео про старое обновление ну и там чел рассказал про атаки на крысы и про дракона третий фаз дракона я тогда вспомнил про третий фаза дракона я на ней был на самом деле очень мало раз я пошла как это дико стоп чё чего чего а ой тихо я так смотрю нас пуляться атаки туда один от от врагов у нас походу злые пули есть до злые пули есть у хороший старт нам дали протонный ранец еще и нам предлагает дашь пойти на халяву вообще почти на халяву то есть там комната зачищенной бочка рядышком ой не то оружие 7 патронов вы выстрелы с патроном маранса и вообще вообще им вообще не это самое не вытянулся даже парадокс в общем рандомный персонаж который зараза стоит денег чтобы за него поиграть а я забыл кое-что я забыл что я хотел сделать да напрочь забыл я же хотел проклика забег сделать прошлый раз я слил проклика забег за стрелка это был полный фейл даже несмотря на то что у нас было красная смерть я считаю все таки проклика даже с ней за этого персонажа более чем доступен для стабильного прохождения вот за этого персонажа обычный проклика забег без смерти будет уже гораздо сложнее считаю так проклятие у нас нет ладно давайте попробуем так я постараюсь смерть не вызывать потому что противном случае за это персонаж я совсем не уверен что я потяну ее да и в принципе даже просто прокликает забег очень тяжело ну попробуем надеюсь что все получится собственно у нас сейчас цель ближайший цель это открывать ключ кстати если я как красивый ключ хочу открыть то мне бы очень пригодился на самом деле эти секретный этаж 1 по крайней мере потому что нам нужны эти самые монетки чтобы открывать на втором этаже и да побольше бы изгнать я бы хотят пойти на нас или на пошуке это хорошо бы сыграло на руку нового нам очень сильно нужны ключи тогда я бы хотел хотя знаете что не настолько сильно не нам нужны один ключ точно будет то есть не может стопудов попасть это очень хорошо что сделали в игре такое что мы можем стабильным любом забеге попасть на секретный этаж а вот оружие типа сначала думал что надо с другой стороны нам дано стартовое оружие неплохое не стартовое оружие неплохое стартовое обычное протонный ранец данному протонный ранец то хорошо если что меня напрягает еще что если нам сейчас проклятый босс попадется у нас просто весь патронный барани сожжет это он ломаем сразу же и отопрать не хочу так вот их сердце пусть полежит тогда мало ли вдруг пригодится на самом деле сердца не выгодно совершенно выкидывать в этот автомат потому что мы когда их кидаем они там в количестве своем то не увеличиваются их просто считаете все сердца будет в одном месте находиться но при этом никто не гарантирует что тебе этот автомат попадется ближайшее время он может быть вообще в конце этажа где-то и ты эти сердца как бы закинул сердце его подобрать не сможешь пока не пройдешь до нужной комнаты поэтому я считаю что немножечко такое себе лучше бы сделали что эти автоматы стабильные есть в стартовой комнате на этаже тогда было бы удобнее мне кажется так чисто с рационалистической точки зрения это не совсем полезно а на следующий этаж я раньше думал что типа это сердца переносится следующий этаж окажется что нифига они остаются на этом этаже просто чтобы не надо было за ним гонять по всему этажу опаньки а это у нас стоп это чуть я раньше не обращал внимание что серьезный раз не обращал внимание что босс который ага основной босс этажа тоже имеет оказывается черепушку что-то я как-то не знаю может и было всегда я не знал должен кейси собственно но она проклятие дает это не подходит нам через лицевой кожи клейка лента блин а нам нечем клейку ленту используется я очень сильно хочу зелек с лицевой кожи а все из этого купить и потаскать с собой плюс еще ключ я не смогу я думаю что мы оставим клейку лента здесь но возьмем с собой ключ и зелец лицевой кожи я думаю что это важнее для нас нет плохая ситуация плохая ситуация берема у меня слизи слизняк зараза напряг сильно уйди все так мы 2 сундук еще не нашли вроде если мы будем красный или чем такой даже зеленый я бы хотел его открыть если будет такова возможность если из босса упадет хотя бы один ключ или же если он будет где-то в комнате или вдруг мы найдем секретку еще конечно возможно теоретически но я сомневаюсь в этом так сундук у нас деревянный нафиг сразу ломаем лишь не всегда стоит разломать поможет друг бы нам попал свой бур или что-нибудь еще такое так мы берем зелец от своей кожи сразу же ампул с ядом такой себе мне он не особо нравится ключ и идем на босса да 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 у босса точно вот этот черепух есть вот про на карте просто я вот это забыл что он отображается так не обращал как-то внимание просто помню что если я замечаю на карте вот этот черепок это значит что я нашел босса который дополнительный как бы мы на к нему сейчас присосемся и все издалека и объем просто так зелец своей кожи используя зараза в воздухе пролетела часть нашего зелья так все уходим 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 мы ее почти добили давайте так добьем последний высказал позорно просто протонный ранец отличный дпс выдает я помню что это одно из моих героини есть очень хорошо ребята это тот забег краски где мы будем пользоваться героиней что протонный ранец был один из первых оружия которые мне казались очень сильными когда у меня там был первый взгляд у меня одни из первых оружия у меня были там сам рпг точно помню что еще есть такого по моему у меня был еще деревянного качества разное оружие были точно вот героини это зашибись это стопудово хорошо так секретка зеленый сундук секретки блин а нет ключа тогда мы ломаем потому что нам и не можем как по-другому открыть ладно а он чуть с фитилем блин и дробь какой-то не такой где у нас это что в принципе у нас все хорошо мы будем защищать героини потому что ладно обычно зале героиня типа она очень экономное оружие очень сильно и не самая веселая не снизила не самая интересная самая веселая на проклятом забеге отлично зайдет потому что она будет неплохой дамаг вливать и в проклятых врагов возможных будет ваншотить некоторых из них во вторых у нас будет гораздо меньшая проблема с боевый пасами кстати говоря со злыми пулями она возможно хорошо играет потому что они отражаются и возможно урон у них не уменьшается после отражения она даже даже героиня проклятого врага сразу не убивает по крайней мере того который в котором мы там попали так ну зале пока неплохой неплохо идет очень неплохо я бы сказал так хороший задел хороший старт найти бы к этому еще что такое дпс на на босса потому что героиня сколько раз я помню варла говорил что типа она так так себе на боссов я все время был не согласен с этим потому что у нее если посмотреть она на босса дает большой урон с выстрела заряженного но это настолько медленно в дпс и выходит настолько это неудобно что мы должны постоянно заряжать это полный а если мы там перекатились вот так у нас заряд и заряд вроде не слетают чуть чертова знает я потом короче ощутил что все-таки это не очень удобно поэтому героиня все-таки тоже согласен полностью что я бы хотел на босса что-то другое ну на первых боссов она пойдет более чем но вот например на 3 4 5 этаж я все-таки хотел что-то другое взять они на меня просто задавили меня какие-то сушки мне кажется что ли или какие-то большие они реально большие были до стопудово обычные мышки они падают с одного выстрела револьвера эти какие-то здоровые были прям я таких что-то не припоминаю если честно может тоже из обновления что-то понятия не имели бы эта комната в которой мне раньше просто редко встречалась так что она у меня память не отложилась сначала прокликуем выносим потом тебя тебя так добить это было близко так магазине что у нас есть арбалет паньки носить пожиратель но время бежать и продавец покупатель как это вроде это покупатель да но у нас кормить ему нечего он этот забег здесь честно не знаю на прошлом прошлое нету этого персонажа значит нам нет смысла не уйти а у него прям сто процентов не прошло потому что нам даже патрон мастера не дают они патрон мастера и убивающий прошлом не дают в отличие от стрелка значит он просто сейчас мы копим деньги на этом этаже знаете мы включи дальше уже вливаемся по полный в наш забег стараемся просто дойти как можно дальше хотя бы дракона пройти и чай я уже не рассчитывал потому что слишком тяжелой этаж с кучей проклятия прям вообще опасно штука ой снайпер был гео прицел не заметил даже на себе граната огни на упа патроны хорош так у нас нету брони кстати вообще мы красном ранее всего возьмем но я если честно даже спею донес я не не уверен что я хочу идти на древнего короля в принципе можно стоить принципе можно попробовать нет я все я думал неужели не получил урона получил все таки так на самом деле вот когда я первый раз первый раз играл вооружение я слишком сия я так понял для себя что уклонение здесь это все я начал усилия злоупотреблять а вот у меня знакомые были например которые начинали играть в рогалики впервые вообще и у них непривычно то что раз таки вот это уклонение она очень сильно решает они пытались именно вручную вот так вот просто обходить выстрелы здесь здесь такое не покатить здесь уклонение это просто вот важнейшая штука я помню уж говорю варлок однажды был челлендж как растение против зомби он назывался что такое где он не мог запретил себе двигаться не мог уклоняться у него был шарфик и он при помощи шарфика передвигался полностью это было очень тяжело прям нереально было круто так у нас здесь все до такой сердце у нас принцип там лежит надо выяснить эту графу значит будет спамить дико я боялся сейчас в него влечу случайно пропитых врагов достаточно много надо сказать вот видите опять какие-то большие мышки которые не дохнут сдолбанного одного выстрела сколько вас тут ребята как она плетела прикольно так еще пара еще одна комната у нас на больше не надо убить его тот который бафает и надо не забывать что герани есть автоматический режим если нам надо а быстрее выстрела пострелять то мы можем спокойно на него как бы перейти ведешь надо переходить просто вот так вот нажимаем несколько раз и она стреляет в автоматическом режиме что он сейчас было удобнее гораздо не заряжать а прервать атаку врага просто такими быстро выстрелом чем я напрочь забыл один миг и он всегда был интересно что будет если мимика взорвать а если там фитиль догорит и он взорвется скорее всего друга тоже не будет не докажется пушка кофе спорте окей скорость передвижения вроде как один из наиболее важных статов вооружили мне кажется наверное но очень непривычно то что у себя наменяется тебе не привычу с этим играть поэтому это может как бы как играть хорошо так и сыграть злую шутку с нашим забегом патроны дают только так собственно как я говорю в предыдущей серии уже с проклятием больше дропа боеприпас как вот я не люблю эту малявку потому что он зараза стрелять на опережение то что даже он типа стреляет из такого пистолета по несколько выстрелов а то что он за раз напряжение умаляет и от него просто в простым вот таким бегом в сторону убежать нельзя по надо либо как-то маневрировать именно думать как либо перекатываться а так это слишком опасно так ну два удара о пустошка пустошка хорошо писать вопрос такой знаете какой был бы интересный возможно стоит пустошки поэкономить на этом боссе из экономики до следующего босса чтобы следующего босса нас чуть было больше шансов на одну пустошку собственно убить без получения урона с другой стороны я даже не знаю это хорошо если нам действительно пустошка нигде не пригодится но так это не теряем две пустошки которые нам дали бы на следующем этаже считаете так у нас уже все так но кей не на босса я на что мы протоном ранцы будем убивать его я думаю что то что нам надо и мы краски зелеса целую кожи если что используем вот сейчас например давайте его выстрел отражать во чуть-чуть отразили так главное что полчаса не ушел в этот самый свой ладно здесь по перекатываемся уже убегаем все что будет а нет я думал что сейчас будет разделяться уже нормально принципе мы его убиваем так несложно мы просто можем полностью сосредоточиться на планении зажали кнопку и все это удобно все убили легко очень у нас ушло правда 300 с плюсом выстрелов на него зарядов вот это вот оружие нашего вот это круто вот это очень хороший хороший дроп мне это очень радует так это мы сломаем сломбург сломенок черта с 2 падает он очень редко за раз такая так здесь на что-то интересует сумка с трофеями конечно да но нет российской скорее нет чем да потому что для нее мне придут закрывать магазины плюс это еще я сам этот предмет не особо люблю потом будем пробовать потом с по идеям играть может быть в одном из ближайших забегов тоже но не на проклятом где у нас все настолько опасно где у нас много денег за счет проклятых врагов я бы хотел все-таки сыграть с открытыми магазинами а мы уже взяли броню окей или на выход я думаю что мы не будем искать секретку на этом тоже пофиг на нее фух ну если донесем красную броню тогда окей но я не буду особо так запариваться на секретный новый этаж я наверное не пойду сегодня не хочу он нам только усложнит задачу зеркало есть кстати зеркало нельзя брать айси и сундук сам не хочу я знаю что можно было открыть зеркало и она бы за сундук дала проклятие оказывается можно сломать зеркало серьезно не сундук исчез ай дырак чё я натворил я получил я тут вообще бессмысленно получил проклятие вообще ничего не получил замену тупо проклятие который нельзя убрать причем разовек прогон хотят но в прошлый раз я хотя бы это самое я хотя бы увеличился дамаг когда случайно взял смерть а в другой раз я там купил предметы всякие я просто получил проклятие ничего взамен хотя больше сейчас мне не смерть напрягает а даже наши враги удачи мелкие вот эти слезняки знаете что так лазером вас как побезопаснее будет с вами разобраться то герой не еще заряжать на вас очень долго так гранаты нет 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 ничего а мы уже слили броню я забылся про это плохая кстати комната я такую комнату тоже не припоминаю если честно вообще не припоминаю ни разу может она новая какая-то не знаю прямо такая сложная я бы сказал ай мы к торговцу сейчас не пойдем потому что он закроется нафиг зато смерть надо искать плюсы мы можем за смерть я сказал что мы ничего не получили замен вы получили взамен то что мы можем закрывать магазин при этом он останется на следующем этаже у нас ай такое ощущение было что он у нас сейчас просто своей косой скосила на самом деле выстрел упала так держимся подальше наше железное дело здесь еще появится да да проклятая причем чеба фаная дело с бафер этот а получили дамаг от проклятой железной девы плохо как нам вынести этого бафера там он так хорошо прикрылся где он стоп где он сейчас сдохнет просто пустышку в бане первые зубы заметьте у нас чисто такая же классика жанра произошла как предыдущий раз пробуем еще раз денег хватает хватает отлично хотя бы не как прошлый раз такс извиняюсь я нажал на паузу дело в том что а этот старт у нас не такой хороший дело в том что я решил попить водички подавился водички успел нажать на паузу паузу начал откашливаться вовремя среагировал до завете как прошлый раз у нас тоже мой первый забег у нас был фейловый именно тогда когда мы случайно взяли смерть а сейчас нас конечно до порвали в пух и прах просто две комнаты подряд сложнейшие были я не знаю что можно придумать хуже чем проклятая а железная дева в сочетании со смертью в комнате в которой это неудобно ее убивать ворачиваться мне тяжело от них обоих плюс еще а железную деву бафают оба прикол прибал убава прикол в том что он не только ускоряет врага там и что такое здоровье максимально увеличит он лечит врага вам я где-то это то ли тут был какой-то предмет который показывает хп врагов то ли еще что-то я не помню и мне откуда отложилась памяти что у врага восстанавливала здоровье под этим самым под этим бафом может быть я одного врага просто выпинул выпины волочень долго ему много выстрелов постепенно а его отхиливал и я дальше бил может быть так я не помню мне кажется что она лечит врага еще иди сюда ты не убежишь отлично мы снова пробуем проклятый забег за парадокс опять же парадокс мне нравится меньше чем стрелка потому что им мечтите своих особенностей это абы обычный прикольный приз наш я бы хотел очень сильно открытия забег с этими самыми как называют с благословениями ускорением еще с челленджами мне все это интересует очень сильно первое что нас интересует крыса после этого мы начнем открывать уже лифты и тогда уже будем искать последних нпс но нпс уже зависит не от меня это уж как нам попадется и собственно прошлый забег у нас был за стрелка ну тут паза просто в прошлой серии а эта серия за обычных персонажей без какой-то такой балансности и посмотрим собственно что и что я смогу противопоставить проклятому забегу обычный персонаж так сказать надеюсь на что получится конечно прошлый забег был не показатель за стрелка я также первый забег с людьми прах очень быстро но смерть я буду не брать с зеркалом это был конечно просто я сам день я не знаю я даже не уверен что знал ли я об этом или нет я так просто пальму прикол в зеркало но взял и сломался дало проклятие просто так ну зашибись разуме хороший конечно который в трусе или подряд такой фрил похожий пропасть бы тебя дружище ну давай же вот и за то что он упал пропасть нам также детали гильзы заметьте нам дали три гильзы за того врага с проклятого у такого пистолетчика за этих не дают ничего за этого дали там пару гильз и заправить и хрем нам прям намного больше дают все таки такси теперь я был бы интересно возможно что этому продать что то что у нас есть хотя бы вот это будешь брать или нет покупай ты блин вот так надо да это тоже продавать продаем продаем я не люблю стала технику ошеломления она она 2 по эффективности стала техника но просто я не хочу стать потому что я буду забывать про нее использовать не использовать кстати говоря очень плохо что в предыдущем забеге они смогли донести деньги до красивого ключа вот что очень плохо ребята но кей прокатый забег за парадокса вторая часть второй забег следующий раз следующий забег я не знаю кстати кем мы будем играть наверно кем-то из обычных персонажей скорее всего если мы не откроем какой-то особый режим конечно если откроем какой-то особый режим тогда пойдем за стрелка или за парадокса посмотрим уже ну из-за того из-за другого если мы там будем фейлить только так так давайте наши вот этим оружием тоже постреляем немножко чего его экономить нам еще боеприпасы выпадут говорю же вот только подумал о них сразу же выпали так это мы ломаем сразу кстати у нас же до от проклятия вот то что я забываю учитывать у нас увеличен шанс спавна мимиков вместо обычных сундуков это хорошо потому что это экономит ключи правда это бывает иногда носят нам урон какой-то бывает боеприпасов больше тратит так и причем это сейчас исключительно хорошо потому что мимики это плохо когда у тебя есть скелетроновый ключ какой-нибудь например аном и скелетроновый ключ в этом забеге даже если бы он нам попался бы а я не уверен что на основном открытки вообще может попасть и сейчас то в таком случае скелетроновый ключ дает проклятие которое мне вообще ни к черту о панике ребята надо его бить первым наверное я бы не хотел чтобы не остался один бешеный профнятый противник ну конечно здоровье у него больше у нас начали его бить я бы не хотел чтобы он восстановил себе то что я ему отнял что него будет вы запасы уйдет больше 2 будет убить гораздо легче я с другой стороны у них основная сложность когда их двое так что не знаю кого надо было первым убить уж начали так начали ща ща почти 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 так поздно пустышку все убили а там сколько рыбы а вот это увидите не вот нормально так как попадает очень быстро гораздо быстрее стучит я даже я вас никогда не обращал внимание вот конкретно у боссов насколько больше здоровья у прокликов но что вам и там не в таком сочетании как у врагов если врагов там раза в три в четыре наверное увеличится хп босса фраза в два буквально и все мне это кажется крайней мере не знаю все убили например надо примерно также про так потом это что наверное так нормально оружие на изоленном т.п. торгаша ничем этом учесть мощный залп есть кстати а давайте его возьмем я у него всем понравится конечно этот ход и мы не пойдем в этот раз на канализацию пофиг у нее хотя может стать пойти но здесь два ключа и нам деньги пригодили зимы а где у нас сама комната где сам костер а у нас мы ключ пропустили у босса я не заметил даже где он ниже просто лежит понял а где наши саму дистер и выше комната на костер в этой самой когда камнины в непривычной комнате в котором всегда рестница сразу сразу мне начинается паника я не знаю где он а вот я понял где он он вот тут в этой комнате тоже часто бывает такой надо забыл совсем ну давайте ладно пойдем принципе ключей у нас достаточно и плюс меня больше всего все таки держи то что я хочу а за на эти деньги в крыси на ключ может я больше хочу открыть открыть парк погнали мы будем защищать залп мощным залпом наверное плюс пистолетом мощный залп как стартер хотя с другой стороны мне например это оружие очень нравится но не настолько мощно хотя его и бафнули мы увеличили боезапас но он мне нравится мне очень нравится оружие у которых есть рикошеты а и кстати у него же рикошеты теперь дополнительный добавился да точно я забыл про это я очень люблю оружие которых рикошеты такие есть и мне интересно играть просто тоже например тир вот этот вот у стрелка у меткого тоже танцы каналами на рикошете все основано нет очень нравится мне безумно нравится у нас креп у нас креп синего качества он как бы не слишком сильное оружие но она просто интересное мне а вот одно из тех оружия который как бы не сильно но мне она именно нравится это как основная пушка тоже она тоже вроде типа невысокого качества ай не заметила а вроде тоже не слишком сильное но она приятная очень им я бы спокойно 34 даже защищал на самом деле причем она мне нравится именно без синергии синергия но какое-то не знаю но мне меньше нравится мне больше нравится когда он его именно дроп летит они когда у них этом майка здоровенная оооооооо плохая кому то надо прятаться за что не знаю нет хочу получать так ну пока я сосредоточен он по мне не попадет мне не попадет да так сейчас я себя просто а я его скинул я думал его сейчас стройным рикошетом пасть получилось ладно так что у нас тут трофеев она меня преследует нам намекает что и надо открыть ей я ненавижу такому ею дико ненавижу вообще терпеть не могу потому что дикой просто оба как здесь уворачиваться я не представляю просто а здесь наверно надо просто успеть с одной платформы на другую точная все я всегда честное слово я всегда пытался проскочить именно перекатом во время типа неуязвимости переката попасть именно на этот огонек чтобы нас не ударило то есть мощный зал ты что творишь врага на меня толкнул из этого я получил урон мимо все нифига себе у него дамага что там как-то сильно бьет нет зеленый беспорядочная стрельба да вот это ща будет фан блин я не хочу слезать этот забег вау что происходит я обожаю беспорядочную стрельбу она очень прикольно выглядит просто даже и мне с ней даже приятно стрелять за стартовый револьвер на самом деле просто у нас есть какой-то тот самый комната какая-то зеленым факелом а что должен особенно мне очень критично взять здоровье что мы сейчас ваншотные нет мы на ваншот я очень чувствительный забег мне нравится его старт мне нравится мощный залп мне нравится беспорядочная стрельба гранату иди все используем притяжку потому что я там был совсем не уверен что снизу летела еще мне казалось так что он стоит алтарь алтарь дружочек а здоровье дать за это индейка до правильное попадание не помню что он делает но прожжа был я знал я каждый раз забываю так а можно сейчас прочитать про нее может быть на что-то полезно будет написано так у нас слизняк толстый зараза вот так себе всех убили индейку открыли почему открыли индейку по физической комнаты наверно типа она у нас была не открыта но этот предмет может этот алтарь может дать любого питомца которого нам за это откроют если у нас он не был открыт если вы стрелить три раза подряд восстанавливать небольшое количество боезапаса чего-то у тихо я вспомнил она как-то боезапас восстанавливает но как-то очень коряво как-то очень непонятно по моему раз два три может надо попасть по врагу именно раз два три до она восстанавливает именно при попадении по врагу судя по всему так суки это хорошо в принципе это экономия боезапаса некоторая такая это хорошо сыграет нашим замочным залпом у которого мы в принципе мы другим трудно промазать у нас просто будет считаете больше боезапаса это хорошо это несказанно радует кстати у него еще и у него 4 вы 4 5 выстрелов в обоими у меня вся двойку или серьезно что ли я присмотрелся на наш в этом углу я присмотрелся на боезапас и из-за того что я встал вплотную к сундуку я не видел это мимик или нет я нажал его открыть вот видите если я сейчас такие моменты мелкие казалось бы да когда на запись из-за чего на запись бывает сложнее ну что без записи я бы не стал это комментировать я просто хотим и посмотрел бы и все это конечно да это неприятно так пробуем еще раз ладно промыша практик забег надеюсь что сейчас хотя получится что-то немножечко получше чем то что нас было до этого два раз подряд или обычный завек сделать так я уже насмотрелся нет проклятый я сказал проклятый но мы сегодня будет в этот раз мы уже точно не пойдем на этот сам на секретный этаж мы будем быстро играть как мне жарко в комнате жесть сейчас что-то так я в питере живусь кому если кто еще не знает до сих пор просто кто здесь же живет те понимают насколько сейчас что-то стало жарко я жару тяжело переношу раньше я всегда обожал холод сейчас стал меньше любить холод но все равно такую прям лютую жару я прям вообще не могу перенести и у меня сейчас четверг у меня на улице плюс 22 или 23 наверное теньки что-то в этом просто нереально по жарко стало а когда я записываю я окно закрываю что-то у меня не было слышно шумов с улицы потому что у меня окна идут на дорогу выходят по те на девятом этаже но дорога здесь большая и типа слышно будет все ну плюс еще шум и улицы просто сами по себе там ветер что такое я закрыл окно и у меня еще батареи топит я конечно их зависим но это все равно дико жарко я прямо сейчас когда еще так напрягся с таким забегом я прямо ощутил каково будет жарко это на себя на что я буду сваливать когда очередной раз сольюсь что на прошлый забег был хорош но слил я очень его глупо конечно я очень старался не сливать здоровье на врагах следил очень аккуратно так слишком не жалел даже но с ними там это конечно было вообще фейл серьезно у меня такой пол в первый раз вообще что я так прям не заметил и вплотную мимика открыл из того что я просто отвлекся на что-то другое такси не сундук и давайте будем попытаться немножечко быстрее играть когда играю без записи игра на самом деле раза полтора всегда быстрее не знаю почему я прям так в бой иду прям так вплотную практически я кстати не посмотрел что у нас за оружие дали и что за пассивку на этом забеге можно что-то хорошее дали я убьем этого врага посмотрим так нам дали бюллетени какой-то таллина все нам дали ого 25 боезапаса это что-то должно быть очень мощная 25 боезапас у меня обычно ассоциируется сразу с оружием помню там черном качестве чит такого я не знаю этого предмета я впервые вижу это похода из обновления явно его раньше не было стопудово мощно но при получении урона разбивается ясно стеклянная пушка понял она как этот самый как вихрь работа не как вихрь как пушка которая вот это летающий да я подает полет я вас понял но мне интересно насколько же она мощный должен тогда хотя с другой стороны есть на типа очень мощная совсем мощно то я поверю что у нас черного сундука но учитывая ее сильный дебаф принципе она может быть красного качества наверное вся это я так знаете сижу я ж не знаю сколько он дома что что 20 лет боезапаса и написано что она еще мощно если в игре врага лики пишут что мощное значит что-то должно быть прям очень крутое знаете когда это объективно прям очень сильное оружие вырастим даже не поспорить так 2 минут мы не нашли еще первый у нас первый у нас синий окей я на вот этого врага использую еще объем этом малявку патрона окей и она заряжать и она заряжает да это все это все что делает сколько наносит просить еще раз можно она выглядит типа знаете как лазер этого самому молота тора называется молот не знаю как он назывался которым вот короче такой выглядит похожим способом но какой-то дамаг у нее просто дикий она с двух выстрелов убила проклятого гвардейца вот этого трицаря это неплохой показатель на сказать лучше всего будет протестировать ее на боссе собственно там уже будет понятно точно сколько она дамажит потому что он видны по хп скорпи что и как собственно вот он босс но я бы хотел сначала пойти в магазин и пойти нас за сундуком на торте хочу играть быстрее мне всего приходится весь этаж исследовать так следим магазин чем на пистолет понятно так давайте посмотрим вот в enter the gungeon у меня гораздо больше желания например разделывать весь этаж чем в том же а языке потому что в языке пикапа не так ценится и не так критично может оказаться зачистки всего этажа и здесь есть такие определенные места в которые прям стопы до нам зайти это три места до магазина 2 сундука это как минимум а это надолго ребята это очень-очень надолго смотрите я не промахиваюсь по нему вот две обоймы 3 обоймы часу знаю сколько не здоровья три с половиной обойма у меня ушло примерно так на него надо 20 выстрелов это я точно знаю 20 стрел потому что обойму робота там 20 его и запас а хватает полностью чтобы убить его песню в полтора раза больше здоровья что ли всего лишь ну чуть больше полтора кей так но здесь чайку чайка проклятая оу вау в проклятую чайку дамажем процентов по 15 здоровья ни хрена себе нет промазал ни хрена себе пушка но прям всем пушкам пушка слушайте вот это нам дали противобосовое оружие просто пропитую чайку щас не почувствуем даже пушка надо использовать а была опасна ситуация вообще у нас выстрелов 8 ушло может быть даже меньше и дети оружие я даже не чувствую мне не знал сначала насколько мне ему дали и не знаю до сих пор но судя по всему это оружие очень сильное действительно очень сильно наверное я опять локерок да так понятно так здесь пахнет пушку сожалению здесь нет ничего за боссы нам дали а водомет да я даже не обратил внимание и здесь тоже пахнет нету ладно выходим стажа через обычную дорогу я потом подумал хочу ли я а донатить крысиный ключ сейчас в этот раз потому что у меня не знаю может это как-то дверь внимание на наш забег все-таки а на крысиный ключ я могу за кадром подонатить конструкцию в этом ничего такого особенного нету это не какой-то там особый контент что такого конечно первый раз нам будем его открывать уже последние деньги закинем это уже запись а так просто это как гринзил то такая знаете накопить надо много потихоньку ну мы посмотрим посмотрим я сомневаюсь что не запись это буду делать только если мы очень сильно с этим затянем где мой водомет ща вам просто всех она я вас всех буду толкать водомет если им нормально по цельскому врагу то в принципе нам дамажит и нормально но конечно он не лучшее оружие так скажем откровенно говоря которое можно было получить за босса снайперов целая гора причем проклятых и снайперы они еще так чередуются именно значит их надо как-то по-другому убивать может пистолетом может нам в активку какую-нибудь найти я бы хотел бы очень активку чтобы он причем дамажную желательно вот большую шишку было бы идеально но она пропитая она пропитая не самым я соли с ней сразу же ой начал заряжать ладно убьем так случайно это оружие взял хотел водомет я докажу что водомет имеет право на жизнь хотя синергию с ними терпеть не могу потому что замораживает и замороженный пол это просто отвратительную но ним невозможно отклоняться нормально прицеливаться не тяжело потому что него выстрел такие ходячие вот по жижи такая но будем утратить мне по крайней мере у нас точно больше чем стартовое оружие что если вы ровно так поставит он неплохо отталкивает и в принципе может убивать тоже достаточно быстро не знаете что надо все-таки все-таки по моему не особо быстрее наша стартовая револьвера нам срочно нужно конец оружие для защитки комнат потому что с проклятыми этими самыми мне обычный комнат защищать с пистолета даже на втором этаже уже не особо не особо круто я пытаюсь быстрее кликать что-то меня скорострелить увеличилась это типа работает так на самом деле немножечко ну не в той степени в которой возможно кликать сиська это здесь мы будем стрелять а может и нету можете с браво оружием не работать с некоторыми оружием и работает короче секторами нет без понятия правда мне когда что стартом револьверами это у всех работает здесь я даже не уверен то что я такой серьезная разница прям не чувствую горите в аду заразу она когда подожжена эта пуля на выглядит как проклятая почти так сундуки больше вообще открываемых первым сначала мы присматриваемся на сундуки потом уже только думаем открывать или нет алтарь крови ну давайте у нас есть сердце калибром машах т.д. жертвоприношения надеюсь что да это такой вот некоторые враги у нас будет с такой аурой из них можно выстягивать здоровье по моему она все-таки не лечит нас она именно носит дпс я не уверен но в любом случае это будет наверное полезно мы против врагов сможем быстро убивать это не вредно точно просто вопрос насколько это полезно сферу жизнь открыли кстати на халяву а сфера жизни точно вот сфера жизни позволяет вытягивать именно здоровье из врагов я вспомнил точно точно что такое было но около проклятых врагов я не люблю находиться рядышком потому что все таки сами понимаете не самое большое удовольствие 42 нет 42 минут идет серия уже мы на втором этаже принципе очень напоминает недавнюю серию пдцелс на самом деле поскольку это видео выходит после нее то я могу смело так сказать это не будет спойлером так давайте вытянем видите в виду дпс огромную такой штуки мы можем спойн так вытягивать так давайте чаташ разведать все таки 187 денег даже без этого сау без достополнительного этажа у нас и зельда значит на по-любому надо будет весь этаж исследовать окей хорошо нос из фиолетовый какой-то самый оу смотрите каком а заразе закрытый ключ у нас какая комната у нас здесь у нас магазин здесь нас фиолетовый какой-то огонек а слева у нас зельда интересно что тут у нас пожиратель ей водомет я бы скормил но если по еще что-то было к нему дополнительное аккумуляторные пули они играют с водометом от него комп вешается просто так на зельду мы точно открываем это у нас дальше будет проход да это я считаю что неправильно сделано что-то дверь идет после зельды которая может быть закрыта на ключ потому что так в таком случае мы у нас не сто процентов шанс того что мы сможем попасть на этаж хотя с другой стороны у нас стопудов должен быть сам ключ вообще-то в магазине я думаю типа ну в этой комнате я могу даже спокойно бегать так получить урон от таких шипов одиночных невозможно персов столб встал на шипы получил урон профит шикарно так у нас паук есть паук красненький то есть а саурой я красный надеялся сейчас мы к ним вплотную подойдем просто ну или семаря ножка на резко сидят тут нет не успел убить а он даже через стенку работает окей будем знать патрон на это берем я такой смотрю к эта дорога такая это просто цена такая сверху текстурированная пожалуйста не ключ дай мне ключ да есть ключ есть ключ есть ключ есть ключ и это метатель ярии ё-моё эти метатель яри ню по-моему боезапасы стало больше или нет мне казалось что у него было они вполне 140 было 42 давайте возьмем аккумуляторные пули у меня комп конечно повесится наверное что с этим работает так не знаю надеюсь что не повесится варлака вешался у меня к вам слабее явно она профит и ионосаурой окей а и у нас еще здесь воды не может быть окей тихо 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 спокойно спокойно медуза горбона знаете что метатель яри будем использовать и все им проще пользоваться и он дамажит не хуже чем наши тару это оружие так часто тишка используем медали яри конечно он боезапас тратит моментально это а нет 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 мои ракеты но этого оружия есть одна особенность на него нету капа по дамагу насколько я знаю отлично второй воздушный урон я надеюсь нам боезапас выпадет есть выпал есть отлично по карте увидел богохульство нельзя брать стоп можем богохульство успеть кормить да можем успеть вопрос пожиратель то давайте попробуем а стоп она не дает проклятье теперь да она не дает проклятье окей я вас понял ребята она по ходу перестал давать проклятье это хорошо кстати нож за пулю нельзя было а сделать забег прокляты нормально что стартовое оружие дает проклятие зараза такая так зельда дай мне что-нибудь хорошенькое тогда есть карта мест поделиться шестой зал продать не стоп не сюда ладно куда-нибудь куда-нибудь шестой зал стоп шестой зал уже играть проклятие ё-моё я даже не знаю это то что питается проклятье благословение калибр один из трех артефактов которые привели творение заклиненного а заклинён это краска это пропорта смерть точно джонни которая проклятие звучат все громче калибр лишь улыбается носителю этого зловещего знамени я не помню что именно она делает мне казалось что она увеличивает дробь зависимости от проклятие то есть наоборот убирает этот добавь проклятие ну ладно под этот шестой зал я знаю точно под него делают отдельные забеги то есть набирают целую тонну проклятье чисто ради этого предмета все такое то есть он сильный должен быть но пропитой смерти даже не знатого стоит или нет мы попробуем есть что мы увидим но просто блин такой крутой предмет вроде как я просто не вредка бегал очень попробуем хотя ваш так посмотрим что получится у нас есть метатель яри заражен заряженный заряженный у нас есть сильное оружие в принципе нас есть богогульство которое бесконечное которое отлично зайдет как надо то быть у него когда лазеры красные они вообще такими большими кажутся на самом деле а он просто красный он не самый без ауры нашей у нас не появилась еще смерть в удивлении она ночью прилетела с предыдущего этажа так опять пробит врач на серге сейчас пропитали будут я вот не знаю если мы набираем больше десяти проклятий а там типа будет еще увеличиваться увеличиваться проклятые враги пропитать количестве смерть с водометом работает так стоп я признаю вода давайте попробуем с аккумуляторными нашим пулемет не в этой комнате если он не сработает надо это оружие использовать давай 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 она вырезается во все подряд так давайте пробуем богохульство тогда только не подходи и подходи ко мне паук пошел ближний бой просто с богохульством зато от этой смерти гораздо проще избавляться все таки можно отражать ее выстрелы а вернее ломать и куда спрятался так так все вот я думаю что с богохульством мы достаточно большой безопасности большая безопасность это звучит так очень по-новому необычно так у нас из этого можно вытянуть если что при желании большом давай 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 волна все на несколько фронтов играем отлично сушите на нам это нет где тут просто вообще без переката очень помогает вот эта штука вытягивал стать воскнуть вот взяли убили на халяву вообще легко раз два все-таки не надо злоупотреблять если слишком сильно потому что долбан и богохульство которая толкает персонажа вперед на что нам патроны нас равно что патроны стоп окно мне на что патроны я понял а что здесь тупик и тогда сюда пойдем так мне бы сменить оружие какие вот да вот эти оружие краски надо я надеюсь что плохо это ужасно синергии я понял это что другое надо богохульство вы видите когда синергия ослабляет оружие то что она сделала замороженного она стала вредным из-за того что у меня были аккумуляторные пули она играла без синергии с ними отлично из-за синергии она перестала с ними играть судя по всему лед это не вода все-таки не считается водой и жидкостью ногой на которой электризуется все и у нас соответственно аккумуляторные пуль не работают идите от меня все и плюс еще используется наш водомет стало дико неудобно нет вода мазать кого напоминает он не напоминает кимонов казалось бы где связь связь есть в моем мире связь в том что есть покемоны который водяной водяные покемоны есть и у них как раз есть типа атака водяного бластера или что-то такого ну блин и кимон это очень я помню что их смотрел еще очень очень и очень давно еще помню там были 5 полнометражных полнометражных еще было пять штук вот они там прям жуткие были для меня прям прямо где на и страж страшно было вот эта штука она очень опасная она может тоже на халяву дать проклятие не интересно что будет если я на ней набрал бы сейчас допустим еще несколько проклятий они стоп он нельзя несколько проклятий наврать по-моему у нее есть ограничения на после того как она была дала себе проклятие не закрывай магазин после того как она дала тебе проклятие она не может она уже ломается сразу же бакаху я хотел бы использовать не могу настолько снегомет остается надо здорово чтобы использовать бакахусь у нас на комнаты ничего нет на боссов есть два топовых оружия одно из которых со смертью сломается у нас с этим заклинающим о крысы помощь ни одного не было забега где бы я их не нашел но это только потому что я не открыл очень красивый ключ только поэтому проклятая крыса ё-моё она же дамажит будет причем она ударит нас на целое сердце с курицами такая же фигня была тебе проклятая курочка заспавнивалась ли она берет себе и дамажит о отвратительный враг ненавижу вот этих кучок общей проклятых как бы тебя остудить вот давай самые бочки иди он загородил бочку собой долго его убивать пришлось у нас дробь неплохой это за счет этого самого да я так понимаю за счет 6 зала о сундук синергии там будет у нас сейчас так давайте уже стреляем я даже не началом бить замораживающий лучную типу блин а вот чем и дальше делать не работает электризация энергия покупаемые сразу же что ж рада снова видеть вас смелый искатель причине как вам оружие нравится не забывайте нормально питаться он дамажит нас нет отпусти меня а я думал что он тебе не будет нас бить я только смотрю жду он вроде ничего не делают собака такая два раза ударил диалоги она с ним заодно наверное она пытается с развести на монолог чтобы мы как может дольше времени у нее тусили так сакей попробуем синергию взять все еще разок давай 57 монет синергии к тому оружие которое у нас существу у нас есть давайте вот это ну допустим попробуем я не знаю работать ли это так скорее всего нет нам скорее сюда дают синергию рандомному из оружия 6 зал е-мое убил это хорошо это открываем волк кей рандомному оружие а не тому которому у нас в руках держится стоп-дом не так работает хотя там вообще не вся синергии серебряные пули серебряные пули мы нашли серебряные пули они вносят огромный урон по проклятым врагам ё-моё нам сейчас проклятые враги даже выгоднее чем обычные оно типа я не помню как именно они считаются есть проклятые пули из серебряные я их путаю вечно одни из них увеличивает урон твой на 10 процентов от каждого проклятия что-то такое вторые какие-то еще что-то делают тоже сейчас с дпс а не помню против всех врагов или против пропиток только серебряные пули против профит их точно out пропитные пули от проклятия работают вот все вроде вспомнил это хорошо это есть очень хорошо а у нас под проклятием чувака того у нас здоровье опять все панчевец нет 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 еще на высоту попадают только так ай нам сопричь защищать именно таким способом ну подходи ко мне пожалуйста дайте мне до босса дайте дайте мне здорово остановить нет 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 меня так торговцы идти полечиться пожалуйста мельчине сердце одно сколько дается ключ один и выходим отсюда может что-нибудь продать что получить еще день вопрос надо ли нам на деньги некуда тратить вошло в чем проблема здравом магазине магазине предлагает толковую гриб получили урок не заметил даже счете как-то плохая комната что-то джимми все таки он вроде как мелочь дает на самом деле он тебя заставляет постоянно двигаться и это очень сильно мешает на самом деле гораздо сильнее чем кажется мне вроде атака не страшно но он напрягает все-таки до прошлый завек я слил из-за него я считаю потому что целом он из-за него я получил кучу ударов пожалуйста ходи нет не сжимать мне нет я там был совсем не уверен в выживании нашем так этим ситуацию обучить сундук так не экономим боезапас но с другой стороны у нас сайка боезапас скорой закончится так так он поджигается он не поджигается по-моему это было близко все боезапас закончился так что нам дальше взять стеклянный камень гона синергии чего стеклянной пушкой макс пэн тебя макс пэн должен быть да или что макс пэн нотей возможно эта синергия как у плама с полома пушка типа урон увеличивает на 5 или на 10 процентов или типа того логично кстати было бы предположить что такая синергия может быть ужасно там стоп 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 это плохая комната . плохая комната я знаю что это расточительство но я использую дать альяре для того чтобы зачистить комнату просто чтоб не слиться и потом еще попробуйте мне сказать что я не сделал все чтобы выиграть чтобы выжить просто медаль такие оружие крутые которые я обожаю обожаю видать яре используя на комнатах очень стрёмно до боссов я могу еще не дайте мы на две тачки просто для проклятых врагов патроны 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 нет успел так всякий здесь проходик маленький но знаете даже несмотря на то что это проходик бесполезно был для открытия вот чисто из того что найти внутренний перфекционист ликует когда у тебя открыта вся карта когда нет таких маленьких проходе как не открытых даже отравление плюс пожар принципе она даже нормально бить серебряные пули нам выгодно кстати что босс был нет нам не выгодно хотя все равно не выгодно просто смотрите серебряные пули хоть увеличивают дома домах но по моему мне казалось что у проклятых врагов все-таки здоровье непропорционально серебряным пулем выше чем то есть допустим здоровье не в два раза больше а урон у нас полтора больше будет становиться примеру вот так я не знаю какие там точно числа просто для примера что передать свою мысль привел такое такси нас что мы используем на боссе он она как-то выглядит даже иначе метатель яре можно разок полную стеклянной пушкой а потом перейти на землю метатель я рядом что-то правильной тактики будет так у нас кто здесь может быть есть балрок и точно нельзя использовать эту пушку если танк то можно так он идет телепортируемся это блин я надеюсь что это будет не он пушка сразу же так и не дать и яре я дальше вывести оружие спать я очень не хочу его слить очень не хочу у нас нет пустышек больше ё-моё у вас нет пустышек надо его дамажь быстрее быстрее бить надо было сразу дать с ним яре он дпс не по-моему все-таки рядом 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 нет сейчас получим убили вы успели мы чисто боссов тащим за счет дпс огромного нет последний момент успел сообразить но пистолет летит так мы убили его уже нет не убили сдохнет и уже эти пистолетом убив а то есть у робота не изначально такие пули у нее такие пули которые электризуются они из-за вот этого как раз таки аккумулятора так а что мы можем восполнить видосли яре точно стопадом надо его стал мимиков количество нас тоже увеличены так это мы откроем потому что нас просто много ключей синергия отлично я подумал кстати об этом на последний момент это так это с чем у нас энергии с бюллетенем стать нас бюллетень есть точно я забыл про него уже так магазин зайдем не знаю зачем зачем знаете зачем вот это продать она вообще играть не будет никогда у нее дпс нету и вообще я не хочу что-то еще из-за того мактимпорный по уму нет можно взять сумку трофеями в принципе но я даже не знаю просто она мне не нравится мне не кажется о сумку для трофеев открыли хотя бы хотя бы так уже забег не в пустую окей пробуем на следующий ташки про сумку для трофеев мне кажется что он нам больше потратить деньги больше потратить здоровье из то что я буду пытаться собрать деньги после того как они из нас выпадут опасный предмет для меня не надо не слишком сильно активизировать внимание вот чем дело как раз у меня был что если я получаю один урон из-за сумки трофеев я получал два-три еще дополнительных ударов надеюсь что сейчас то не будет мы не гонимся за денежками а проклят смерть сразу появилась так что мы будем использовать на врагах давайте вот это попробуем у него синергия какая-то а у он типа я типа только первый выстрел тройное все остальное а такой же что ли но что патроны на виллы на виллы патроны давайте не знаю давайте попробуем оружие гамми поиспользовать она мне когда я первый раз его видел он мне понравилось потом он мне перестал нравиться достаточно быстро не знаю вот этого оружия вот собственно что делает этот патрон и вот мы пытаемся подобрать все причем они исчезают со временем поэтому их надо успеть подобрать с другой стороны нам по моему приличным и денег собрали а если что у нас на комнаты есть еще хаммер который хорошо заходит он ли мы легко защищать комнату сможем даже на пятом даже если мы победим дракона я считаю что это уже успех все-таки с проклятым забегом это тяжело с проклятым забегом я думаю что когда я наловчусь играть в эту игру уже со временем а я думаю что мы часто будем делать проклятые забеги у нас обычных забегов практически не будет нас будет там либо с челленджами либо проклятые либо еще что-то такое либо с благословлением еще кстати новый режим есть который ни разу не пробовал и не видел я чуть-чуть про него прочитал но не совсем понял а как-то типа в начале игры дается радужный сундук при этом нам больше сундуков не дается типа мы не можем открывать сундуки обычные что-то такое из радужного сундука мы можем достать только один предмет я не понял типа одно оружие на весь забег что ли еще в чем прикол или кавка в начале каждого этажа дается один без понять может есть один один этот самый предмет сундука то это как-то жестко потому что у нас если даже предметы с боссов остаются не под запретом то это как-то очень мало предметов на забеге будет поэтому я не знаю пока что лампа с нервидовой нет так что что берем милы можно взять о нет паха кому-то ружигами что ли паха комната используем ружигами гениально вот эта голова проклятая на к сожалению слишком толстая вот так еще это смерть вовремя на нас атаковал пытаемся перри перегруппироваться как стол поставим так за стол спрячемся выстрелы в него улетели на в нас попали чем-то назвали еще раз чем-то у нас попали второй раз проклятым выстрелом первый раз я даже не заметил каким плохо плохо увидите вот как она мешает она просто не пускает меня спокойно чувствует себя против того врага что бьем мы на таким способом так нам дали опять боезапас ну что он мы уберем наружу гамме только остается на него так давайте хаммер будем использовать наверное не вижу смысла экономить бы при сама оружие потому что серьезно боеприпасы только так падают а в со здоровьем есть некоторые опасности так соки попробуем опасно опасно нас полтора здоровья кстати опять если мы этот взбег сливаем я уже новый не начну потому что уже большая серия выходит нет специально я стараться слить его не буду все-таки мы с проком за бегом и со смертью мы все-таки дошли до четвертого этажа это я считаю что неплохо тоже ну учитывая что я не привык еще к проклятым за вегу еще не наловчился особо с проклятой смертью на самом деле я без записи я играл всего несколько раз серьезно я очень редко с ней играл я и дико боялся меня у меня вообще было раньше мне когда первый сыграл эту игру у меня была дикая паника от смерти обычный я просто она она выглядит страшно больше то что чем она не облегала это как я в детстве боялся очень сильно бабы и которая была в бакси бане такая игра была у проклятый клуб ключник он помещен задамажен что такое прилетел такой быстро сколько гильц видели сколько там гильц было разве можно было их не подобрать а это вот кто у нас такими выстрелами стреляет проклятая кошка вы серьезно что ли я обычно это и вынести не могу нормально мы с маршруте мужчина надо диана не знаю наживали нет так сайте попробуем камер дальше используем так зачистили комнату где-то не зачистил она продолжается хорошо что могла призывателя оказались мы его сразу убили нет пустышка я хочу умирать очень сильно не хочу умирать нам до магазина надо протянуть как-то где враги венсе оплитая смерть летающая долбанная соприканитесь ох нет я думал сейчас сдохнем все вернулся очень криво тебя надо убить точно так я слышал там звуки электрические какие-то так и плохие еще звуки а там да эта комната она просто огромная мне три волны причем все они неприятные я я отлично помню так с кого-то там убили нет идет сзади тебя надо убивать как все били подпружиненные ботинки открыли от есть как это было тяжело что такое что это такое это фонтан у нас есть шанс убрать проклятый забег вы понимаете да но это это бред это типа какой смысл делать торт козовик если мы будем брать фонтан конечности мы взяли в фонтан возможно мы бы прошли бы этот забег возможно мы победили а так мы скорее всего сейчас сольемся где нибудь сейчас рядышком заряжайся быстрее успел пока вроде кое-как живем ну конечно не слишком надежно магазин есть магазин на спасти может вот куда надо отводить этого самого смерти эту блин потом магазин зараза неудобно очень у меня с критично важно попасть в магазин именно сейчас если мы не будем никуда здоровье или брони видим здорово броня броню и здоровья сразу покупаем ждем атаки его все сепортируемся бежим я далеко от магазина быстрее 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 магазин сердце броня золотые пули все пили что успели вот тоже не успел уже ладно много купили чем чем купили что такое перезарядка перри перекате помню хорошая штука но для однозарядных оружия и тому подобного не для автоматических 7 ключей и мы все санути открываем зеленый орг а в.п. у нее продается а в.п. хорошая штука я бы взял но хотя она не настолько сильно нужно на самом деле хотя на комнатах тоже неплохо заходит для боссов нам не надо оружие нам для команды что-нибудь почему это должна быть не героиня какая-нибудь героиня не затащит нас тот самый случай когда героиня не хватит не хватит она очень экономная она нормально дамаж но она медленно защищает комнаты все-таки так все эти выстрелы они фиолетовые какие-то нет я каша установил немножко здорово но совсем чуть-чуть я просто броню одну взял так убили очень аккуратно так что здесь плохая комната плохая кого мне сейчас будет тяжело уворачиваться убиваем вот этого быстрее бить его убить 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 так сейчас будет а это призраки одну за стички появятся призраки призраки хуже птичек нет сейчас вот я напряжен когда я в принципе нормально ох нет серьезно что ли поклоняюсь нормально а я еще и разрядил оружие наше мы сейчас сдохнем просто вот сейчас опа стышку надо бахать методель ярей в комната как бы я хотел его на постоянной основе поиспо с бесконечными были припасами прикиньте было бы как кайфов нет 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 просто догнал выстрел слил я очень тупо как бы попасть под такую дурацкую легкую атаку я бы сейчас скелет это вынес я пошел дальше увидите что проклика забег смотря на то что помню сегодня игра лучше чем вчера за персонажа которого нет какой бы со старту как у стрелка блин а играть гораздо сложнее что мы будем в следующий раз играть с чем не знаю чем мы откроем ракеты с ду возможно за пульс играем возможно за робота возможно за а вот еще не знаю в общем можете предлагать свои варианты к за кого мы сыграли следующий раз мы будем скорее открывать скелетроновый ключ потихонечку еще красивый ключ то есть здесь до сих пор все закрыто а на это все если мы с вами заканчиваем всем спасибо за просмотр с вами был леоми подписывайтесь на канал ставить комментарии оценивать видео буду благодарен за любую обратно связь за любой акционист на канале всем желаю отличного хорошего позитивного настроения такого уже хорошего удачного дня всем удачи еще раз и до новых встреч всем пока пока удачи